Хотите жесть? Жесть будет! Это поля природоохранной зоны Малагитогорска. Мы отсюда используем воду. Это река Малый Кизил. С этого места, менее 100 метров до самой реки, мы кормим водой весь город. И здесь идет уничтожение животных. То есть в город сливаются нечистоты. Трест водоканал. Срочно сюда! Из-за тварей может погибнуть город. Любой дождь и мертвая кровь, нечистоты сливаются в Малый Кизил. А это наша радость, которая может закончиться болью. Вы о чем думаете? Так эти нелюди избивают втроем смеловчан. Это северная часть Смеловска. Я с уважением отношусь. У меня нет злости, но память о 90-х годах осталась. Русские не нужны были ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Киргизии, ни в Туркменистане, ни в Казахстане. Я уже не говорю о Прибалтике. Чего вы сейчас приехали к нам на заработки? Или просто живете, живите, учитывая традиции, а не избивая селян? Занимаются забоем скота. То есть не имеют права вообще этим делом заниматься, правильно? Ну, по идее, да. Ну, как мне было сказано в Министерстве сельского хозяйства, забои для личных целей. Забои для личных целей никто не отменял. Мне Министерство сельского хозяйства официальный ответ дает. А сколько они забивают, если что, для личных целей? Я не могу сказать, потому что все это происходит в вечернее время. Ну, каждый день практически, да? То, что забивалось, оно... Все отходы лежали во дворе. Этот запах этот кошмарный. Соответственно, представляете, да, что все эти биологические отходы, они гниют. Вот, потом, значит, есть у нас дикие собаки, да, вот сады недалеко. Карьер недалеко. И собаки сюда приходили, да? В ночное время все собаки здесь. Все это растаскивалось. Вот, если вокруг пройти, это тут ноги, головы, это все валяется. В общем, никто не живет. Собаки остались. Одна. Значит, кто-то эту собаку один раз в неделю подкармливал, приходил. Собака периодически срывается, собака периодически... Ну, то есть, ну, представляете себе, да? Алабай, не маленькая, да? 80 килограмм. Практически с вас. Практически с меня. Ну, да? Да. В общем-то, я говорю, я выхожу, собака несется на меня. Первый раз меня собака своя отпила. Вот это ваша собака, да? Ну, громко сказано, мою собаку потом ветеринарку пришлось везти. Вот это собаку, вот это, да? Да. С ними... Я мужу позвонила, муж с ними разговаривал. Было сказано, соседка, мы уберем. Мы закроем, не переживайте. Я говорю, вы понимаете, что таких собак вот в городских условиях в принципе запрещено содержать? А если в ваших условиях она у вас должна быть за забором, чтобы она в принципе не имела доступ ни к животным, ни к людям. То есть, какое-то время проходит, собака у них срывается, собака... Я приезжаю сюда, муж говорит, ты аккуратно, собака где-то ходит. Я гоню коров, собака снова несется на меня. Я говорю, второй раз меня отбили коровы, потому что у них инстинкт. Я говорю, они на рога, они его погнали. Что с вами случилось? Таджики накинулись и сбили. Куда убили? И чем били? Полностью всем. Кулаками и трубой пластиком. Сколько их было? Трое. Три человека на одного, да? То есть, вот так по-человечески, все ровно, да, как должно быть? Ну, в поле налетели. В поле налетели, да? Не один на один, а втроем. Втроем. По всему и по спине. И по спине везде. Так же и втроем, да? Да. То есть, папа уже лежал, а ты прилетел, да, получается? Молодой человек является несовершеннолетним. Несовершеннолетним, да? 16 лет. 16 лет? Да. У них же здесь забойный цех. То есть, забивать они не имеют права? А у них здесь забойный цех. Я сама лично, я не заходила во двор. Я тогда собаки у них не было. Я подошла к двору, вонище, ну, приличное. Очень даже приличное. На достаточно такое длинное, большое расстояние. Я в метрах не скажу. Ну, соседи у меня за забором, который вот здесь вот тоже. А у них точно такой же забойный цех. Там я к ним заходила во двор, потому что, ну, нужно было у нас перемешиваться стадо, забирать козлятам или еще что-то. У них вот тоже забойный цех. Вот, представляете, во дворе большая яма. Она наполнена кровью. Представляете, какой запах весной. У нас большое расстояние между заборами. Вот, но пахнет у нас прилично. За зиму они там забивают, кишки все эти складывают. Так вот, про тех соседей я сама лично подходила к забору, видела гора, ну, практически мне по колено. По колено этих кишков. Прикиньте, как там пахнет. Ну, естественно, я на них накатала жалобу. После этой жалобы они прибежали ко мне разбираться. Было страшно. И что они говорили? В основном, на своем языке. Нет, понятно, что они вас там матом ругали по-своему, естественно. Какое я имела право вообще к ним заходить? Какое я имела право вообще там вести видеосъемку? Какое я вообще имела право близко приближаться к их забору? И после этого они себе завели вот эту алабайху, которая здесь всех поставила. Просто собака, которая у них там вот, из-за чего тут все произошло, она на длиннющем-длиннющем поводке. Если у меня потерялся кто, мне надо же ходить искать. Я туда не могу зайти, я не могу забрать. Собака огромная, алабай, просто огромная. У меня вот таких нету. У меня все на привязи. Нормальные животные ваши, людские, человеческие. Да, они все мои. У меня внутри. У них ухо за забором, на длинном-длинном поводке. За забором, не внутрь. Нет, не внутри. Она за забором. Она наружу. Понимаете, если собака на длинном поводке делает разбег, естественно, у нее получается рывок на сколько-то там килограмм. И естественно, она рванула, поводок сорвался, и вот, пожалуйста, покалеченные люди. Но я же не всегда пасу. У меня вот школа заканчивается, у меня пасет дочка. Она у меня с 8 лет здесь пасет сама. Все, пожалуйста. Естественно, страшно. Вообще-то, мне кажется, что вы должны получать удовольствие, живя на селе. Но вы удовольствие не получаете. Почему? Нет, вообще не стало удовольствия. Жить стало вообще невозможно. Потому что, во-первых, дышать нечем. Это вонь, эти козы, бараны. Понимаете, тут целая тара бараны, косы. И они каждый день привозят, скупают коровы в округе. Привозят, режут их. Потом вот это все, что отходы есть, кровь, все это, выкопали яму. И сливают специально меня, как соседа, хотят выкурить. Говорят, ты когда продашь нам участок? Когда продашь, понимаете? В общем, житья вообще не стало никакого. Обращался в администрацию. Администрация ноль, вообще ноль. Просто ноль. Такое впечатление, как будто они купленные у них. Понимаете? Вот такая сложилась ситуация. И я уже бросил, не стал ни писать письма, ничего не стал. Не стал никуда обращаться. Думаю, черт бы с ним. Пускай оно все горит синим пламенем. Ну не получается же, да? Мы же противники этого дела. То есть, если вы приехали к нам в гости, будьте, пожалуйста, в гостях. В гостях. И должны нормальными людьми вы заниматься, а не быть быдлом. Конечно. Я вот как бы пытался обкультуриться, да? Посадил вокруг своей дороги, вокруг забора. Посадил кусты, липу поехал, накопал саженцев, липы всего накопал, посадил. Через, ну, сами понимаете, козы раз, махом все сожрали. Я ему говорю, он говорит, я ничего у тебя тут не видел. Бесполезно. Я говорю, вот, смотри, торчат одни эти тростиночки остались, а все сухие. Все, говорю, ну как здесь жить? Ну невозможно жить. Просто невозможно. Дом, специально взял землю, второй дом для сына хотел построить. Уже думаю, зачем я ее взял, я уже строиться здесь не буду, потому что они не дают житья вообще никакое. Спасибо вам, что приехали, поможете нам. Либо это накат, либо что? Вы не доезжаете? Доезжать надо. Мы, город, открыли двери, а вы приехали права качать? Думаю, что вы закрыты, и кто-то в погонах вас прикроет. А у нас есть прокуратура и следственный комитет. К слову, есть еще и казаки. Или вы не въезжаете? Так въезжать-то надо. Станица Магнитная была построена в 1743 году. На границе с Киргиз-Кайсадской степью. Их было здесь 10 тысяч казаков. Уже потом вырос Магнитогорск, подмяв под себя станицу. И утопив большую часть станицы в пруду. Но не просто этот город строил комсомол. И казаки строили, и политпереселенцы. Мы этого не знали. История была другая. Так вот, к казакам обратились местные жители. И казаки собрались в городе. Здесь был грамотный инструктаж. Затем, это более интересно, мы собрались на хуторе. Здесь нас ждали. Вот так должен был бы выглядеть настоящий казацкий хутор. Какие там 12 соток? В России мало земли то. Наконец-таки не 12, а гектары выдаются. Здесь именно красиво и ухожено. Здесь собираемся и делаем. И это правило казаков. Это случилось следующее. Значит, у них был собака Алабай. Храняла их территорию. Она не то выскочила, не то они ее отвязали. И он напал на армянку, да, на женщину, на армянку. Армян здесь тоже местный фермер. Вот. Серьезно ее покусала. Естественно, собаку устранили, скажем так, физически. Вот. Приехали, значит, ребятки. Избили этого армяна. Избили местного жителя. С несовершеннолетним сыном. Нанесли серьезные телесные повреждения. В виде перелома ребер и так далее. Это именно у местного жителя. Вот. Естественно, народ с этим уже не согласился. Значит, было у них тут много скотины. Скотина паслась. День и попадя. Здесь, по уверениям, скажем так, местных властей, как таковых пастбищных земель нет. Пасти здесь нельзя. Значит, придет конкретный прессинг со стороны правоохранительных органов, власти мучих, то есть бездействие полное. Вот. Народ этому недоволен. Народ недоволен. Вот и обратились к нам за помощью. Значит, местные казаки, то есть вы знаете, здесь, получается, хутор с милостом. И здесь два вида казаков. Одни принадлежат к станице Горкневральской, другие относятся к станице Мальниковой. Здесь мы выклонили их наш браток-видетель. Что нам, скажем так, участь наших земляков не безразлична, вот, как они здесь живут. Наши казаков, земляков. Задача следующая, еще раз повторяю, обозначиться, что мы есть. Чтобы народ увидел, что мы готовы их защитить. Вот. В правовом поле. И в правовом поле. Как лежит в карте. А затем уже помолившись в новой церкви, спаса преображения, храма преображения Господня, в количестве немалом. Они приехали в такую мерзость, в которой кишки и шкуры вместе с кровью. И это все прямо рядом с малым кизилом находится. Но таджики и узбеки слиняли, что ли? Им-то хорошо, когда втроем избивать труженика села. Втроем. На одного. Да еще и сына добивать. Это круче некуда. Сделать алабая некормленного. Это я про собаку. Вы думаете, что вы все и вы не умники? Я бы честно вернул Оренбургское казачество. Десять тысяч казаков в помощь полиции за короткое время наведут порядок во всех селах. Во всех вместе с городом. Как это было сделано здесь? У нас мирное государство и трогать его не надо. А то, потрогав, он и вас уносили на шестах или хоронили здесь же. Два с половиной квадрата. Мы спокойные, миролюбивые люди. И лучше к нам не лезть. Ни к кому. Ни к селянам, ни к горожанам, ни к нашим гостям. С турецким горьким табачком. Я только трубочку курил. С турецким горьким табачком. Когда мы будем на войне, Когда мы будем на войне, Навстречу кулям полечу, На вороном своем коне. Навстречу кулям полечу, На вороном своем коне.